А, кстати, пацаны, я же забыл про свой промокод, при регистрации вводите промокод EVEN и вы получите 50 тысяч игровой валюты, сразу получаете 50 тысяч, едете на, вернее как вы едете, вы возле спауна, получаете 50 тысяч, идете сразу сдаете на права, умираете, тпхаетесь на больницу, от больницы едете на работу в такси, зарабатываете еще 60 тысяч, едете сдавать на права категории C и едете на виноградники, это вам такая вот быстрая техника как развиться на смотре Rage. Здарова, здраво, дорогие друзья, с вами Костей, я Эван, мы продолжаем играть на сервис смотре Rage, этот раз не говорюсь, не смотрим там, вот, и сегодня мы поговорим про обновления 1.1 и мини-обновления, так что присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Конечно, это не прямо уж такое обновление, что надо посвящать целую серию, но, но, все-таки обновление есть обновление 1.1, самое первое обновление, вышло спустя неделю после открытия сервера, но, конечно, перед этим админы еще исправляли свои недочеты каждый день, между прочим, за это респект. Короче, что добавили, Drift, Drift, чип-тюнинг личного транспорта, добавили новую глобальную систему чип-тюнинга, добавили 6 новых уличных интерьеров чип-тюнинга, он, кстати, вот таким вот, синенькими значочками, станция чип-тюнинга, вот, мы сейчас поедем посмотрим. Возможности чип-тюнинга, требования для чиповки транспорта, двигатель турбо, тюнинг, КПП, подвеска, тормоза. От стейджа зависит доступный диапазон определенных параметров чиповки, то есть, без стейджа, без вообще, без ничего, вы просто чип не поставите, надо ставить вот эти все детали. Также, ну, это все, там еще по мелочи, типа баги исправили, также добавили новые транспортные средства, мультибрендовый автосалон, мы, конечно же, туда поедем и посмотрим, пацан, конечно, валит, кто-то на шкоде катается. Вот так выглядят чиповки, не все причем, ой, не все, в разных местах разные интерьеры. Вот, чип-тюнинг, заезжаем, нажимаем B, вот, и все, что я могу изменить, в принципе, без КПП стейджа вообще ничего не смогу изменить, потому что у меня полностью сток, вот видите, да, внизу, полностью сток. В принципе, под чип один я могу слить, я не знаю, он переменится, а как его показать? Короче, никак, в следующей серии куплю новую тачку, мы покажем вам тюнинг, чип этот, вот, блин, какая же все-таки в 90 прикольная на этих цветах, просто, просто бомба. Ладно, короче, чё, и мини-обновление, мини-обновление добавил я буквально вчера, 5 сентября, или 6, не 6, а это добавили 3, а этот ролик выйдет, не знаю, там, после 10 числа, слушай, бизи, а он вещает, конечно. Так, и в мини-обновление чё добавили? Добавили, там тоже мини-баки поскрывали, теперь, как вы видите, на карте есть вот такой желтый значочек с типа паспортом или знаю чем, вот, мы подъезжаем, и можем здесь за 900 тысяч сделать пластическую операцию. За 900 тысяч мы можем изменить свой никнейм, изменить своего персонажа, то есть полностью рожу его, вот, нет, я не хочу отменить, у меня даже таких денег нет, вот, это для, это вам не просто зайти в настройки, в МТА поменять ник, а потом через 5 минут поменять назад, нет, 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 нет. Если вы видите, внимание, жильё ID 1193 имеет отрицательный баланс, это я купил себе 2 домика, и в этом ролике я вам покажу, какие именно, и почём, и сколько нужно платить за них каждый день. Так-так-так, мы подъехали, автосалон мультибрендовый, конечно, было бы лучше, если не разделили японцев и разных марок другие автомобили, американцы, японцы, они сделаны мультибрендовые, но, посмотрите, сколько здесь тачек, и они будут 100% пополняться в том, что у GTA V более 350 автомобилей, представьте, если это всё заменить, сколько разных транспортных средств будет на сервере. Короче, что добавили? Добавили в нас Lexus RSF, вот такого у нас Lexus не было, 300 км в час он едет, я не знаю, будет ли он просто пользоваться популярностью, прям вообще хозе, но я бы его, не знаю, не купил, наверное, не очень мне нравится. 7200 он стоит, едет 300 км в час. Дальше у нас добавили Dodge Charger Hellcat, вот такой вот. Конечно, Challenger получше выглядит, но Charger тоже злой, едет 330 и стоит 9 миллионов рублей. Дальше у нас ещё идёт Lancer 9, 10 был, вот такой 9-й Lancer. Кстати, здесь на многих тачках квадратные номера, вот это прикол. Лям-300 стоит, едет 245, лям-300 стоит 9-й и лям-400 стоит 10-й, едут они одинаково, но я знаю, на чиповке, на фулл-тюнинге 10-й Lancer просто рвёт с места тупо всех. Также добавили 34-й Sky, он стоит 1,5 миллиона и едет 245 км в час. Звук как у Subaru, вы слышите? Потом добавили Audi RS6 C8, то есть самое последнее поколение. Вот такое. И в принципе, и в принципе здесь оно очень классное, потому что вот этой фигни нету, она не серебряная, она не хромовая, она чисто чёрная сзади. На тонировке, на люке, панораме, ещё вот эти ноздри, всё чёрное и смотрится вообще офигенно. 14 миллионов такой аппарат стоит и едет он 340. А сколько стоит Audi RS6 C7? Здесь же была C6, а, они так и не изменили, C7. Я вам говорил, что это кузов C7, а мне доказывают, что это кузов C6. Напишите в комментариях, пацаны. Она едет 310 и стоит 13, то есть мы переплачиваем сколько? Переплачиваем 1 лям, получаем новые поколения и на 20 км больше она едет. Неплохо. Добавили ещё Trackhawk, чё я его пропустил, 10500 он стоит, едет 310. Ну в принципе на любителя, показали куплю его или нет. Я лучше бы ММАЛЬ-ку купил, вот. О, и чё нам с... А, Mazda RX-7. Mazda RX-7 900 тысяч, кстати, не очень так уж и дорого. Фары выезжают, 245 км едет, 900 тысяч это неплохо. Надо уже скоро делать видосы, топ-5 тачек до 1 миллиона. Так, и чё у нас ещё? Да и в принципе всё. Мы пришли уже, это всё было. Ай, посмотрите какой, какой Sky здесь стоит. Вообще топовый, да? Блин, ну вот как же я хочу такой же Skyline. Просто он идеальный. Вот. И чё посмотрим? Чё ещё добавили в мини-обновления? Чё-то мне кажется, я слишком... Звуки громкие. Менять книги, кстати, можно раз в две недели. Менять внешность персонажа ограничений нет. Вот. Стоит собираться 900 тысяч, это я говорил. Также добавили систему переноса номеров, как в МТА. Раньше в МТА не стоили переносить номера с одной тачки на другую. 400 тысяч, потом 600, а здесь на сервере не стоит 500 тысяч. То и в принципе всё по обновлениях. Больше ничего, но мне кажется, пока выйдёт этот видос, они добавят чё-то ещё. Если добавить чё-то ещё, этот ролик ещё продолжится. А так я вам поехали покажу, что по дому у меня. Какие они, сколько мест и сколько нужно платить за них. Я бы очень был бы не против купить именно вот эти дома, которые справа, не слева, а справа. Вот эти, они вообще балёжные, большие. Ну и дёшево стоят, конечно же. Напишите в комментарии, кого есть, возможно, выкупим. А может, кто хочет продать, напишите там в АЛС, ссылочка в описании. Поговорим вам о цене. Может, я куплю. Там где-то яхта стояла, но мне показалось. Вот такой вот домик я сначала хотел купить, но выкупил его Горас. И пришлось мне брать вот такую вот халабуду. Вот. Она на 6 мест, ой, на 5 мест и стоит 6 миллионов. То есть, если 3 вместо 4 ляма, 5 вместо 6 лямов, 2 вместо 3 ляма, 1 вместо 2 ляма. Вот такое. 6 лямов заплатил за него, так-так-так. Где-то был видос, где я его купал. Сейчас он вылетит. Вот. И такая у нас менюшка. Продать, продать игроку, войти в гараж, настройки доступа, баланс налоги. Баланс налоги. У меня на балансе дома минус 5 тысяч. Налог в сутки 15 тысяч. То есть, каждые сутки вам надо оплатить 15 тысяч. Если у вас налог на... Вернее, на балансе дома будет минус 500 тысяч, имущество слетит в гос, короче. Каждый день желательно бы его пополнять. Давайте пополним его на 50 тысяч. Вот. И мне хватит буквально на 3 дня эти 50 тысяч. Вот такой домик номер 1. Тут был еще второй, я думал купить, чтобы далеко не ездить. Но его уже выкупали. И придется мне ехать вообще в село. Так что, поехали в село. А, кстати, пацаны. Я же забыл про свой промокод. При регистрации вводите промокод EVEN. И вы получите 50 тысяч игровой валюты. Сразу получаете 50 тысяч. Едете на... Вернее, как вы едете. Вы возле спауна. Получаете 50 тысяч. Идете сразу, сдаете на права. Умираете. Ты поехаетесь на больницу. От больницы едете на работу такси. Зарабатываете еще 60 тысяч. Едете сдавать на права категории С. И едете на виноградники. Это вам такая вот быстрая техника, как развиться на смотри рейдж. Мы приехали в замечательное село. Кстати, здесь тоже нам можно поменять внешность. Видите по карте. Есть такие домики. Вот этот домик на 4 места. Этот домик на 3 места. Эти тоже там 4, 3, 4. Вот этот 3 места вроде. Нет, 4 места. Вот эти все по 2. Эти тоже по 2. Вот типа красивые домики. А вот такая вот дичь на 5. Вот. Но чем она мне нравится, что... Блин, а мой дом уже выкупили. Кто выкупил? Какой-то розетка, блин. Это вообще-то мой дом. А, у меня еще и сливная яма. Вообще-то я хотел с двух сторон его выкупить. Но походу уже дома на 5 мест все выкупили. Хорошо, что я купил. И еще какой-то... Додик выкупил. Вот этот мой дом. Еще один. Вот такой. Я его тоже хотел купить для начала. Такой красивый, с большой парковкой. Но какой-то ремончик его выкупил, зараза. Вот что мне бесит, что красивые дома мало мест, а какие-то хреновые дома очень много мест. Вообще какая-то дичь. Но здесь в принципе что? Такая вот территория. Ничего не изменилось. 5 мест. Посмотрим, что у меня на балансе. Может пополним еще. Если там 45 тысяч, давайте чтобы ровно было. Сколько здесь на балансе? А здесь 15 тысяч на балансе. Значит давайте добавим еще 30-ку. И хватит. Ну все. Теперь на двух домах по 45 тысяч. Это на 3 дня, пацаны. Месяц у меня уйдет миллион на 2 дома. А я ничего не хочу говорить. Вот такой вот. Называется держать свои дома. Конечно, фигово, что надо платить налоги. Ну и админы говорят, что налоги не уберу. Типа, если у вас есть такие деньги, чтобы купить дома, значит у вас есть там 500 тысяч, чтобы платить его в месяц. Такое что-то они говорят. Короче, на этом все. С вами был Лавен. Пишите в комментарии, че как факу. Как вам, понравилось или нет. Заходите на смотру. Вводите мой именной промокод EVEN. Ну все. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok